Всем привет, с вами Максим Русаков, это канал Freemax. Несколько дней назад в инстаграм мне написал подписчик с просьбой сделать видео про Urban Photo. И я подумал, что это действительно неплохая идея, потому что я и сам обожаю этот стиль. В общем, что нам нужно? Фотографии? Тогда бегом на улицу фотографироваться. Фух, а на улице было действительно очень холодно, очень холодно. Я успел замерзнуть так, что руки вообще не чувствую. Ну да ладно, фотографии есть, можно приступать. Из 900 фотографий, которые я сделал, осталось примерно 4, 5, 6, 7, которые мне действительно нравятся, которые я обработаю и опубликую у себя в инстаграме. Если вы хотите увидеть, какие именно фотографии получились, то милости прошу в мой инстаграм. Имя моего профиля наверняка уже висит где-то на экране. Перед тем, как обрабатывать, давайте я расскажу, что же это за стиль такой. Urban. Urban Photography это по сути уличная фотография, но с небольшими различиями. Лично для меня, скорее всего это одно и то же, но для меня есть все-таки различия. Уличная фотография это просто фотография, которая сделана на улице без особого смысла. В урбанистическом стиле мир показывается таким, какой он есть. То есть чаще всего в этом стиле нет поющих птичек, которые такие ла-ла-ла-ла-ла. Здесь самое важное это философская часть. То есть фотографии чаще всего заставляют людей, ну как бы задуматься над чем-то. Именно из-за этого эти фотографии часто делают просто черно-белыми, чтобы цвет не отвлекал от основной идеи. Также в 99% случаев не используется никакая постановка, свет, все это не выставляется. Фотография делается, ну как бы в репортажном стиле. И именно вот из-за этого, из-за вот этой репортажности, реалистичности я и люблю этот стиль. Еще огромным плюсом является то, что вам не обязательно нужна модель, которую вы будете фотографировать. Потому что все окружающие люди это и есть модели. Осталось только перебороть страх и слишком палевно не фотографировать мужиков с завода, потому что они явно не оценят то, что вы хотите сделать из них гениальное произведение искусства. Что вы хотите сделать их популярными и известными. Они просто будут обижаться на вас. Если вы стесняетесь фотографировать людей прямо вот так, то можете использовать откидной экранчик. Прижимаете фотоаппарат к себе и смотрите вот сюда. А потом, когда на вас кто-то смотрит, такой... Для видео это, кстати, тоже работает. Возможно, даже лучше, чем для фото. Цветокоррекция там должна быть практически одинаковой. Точнее, не практически одинаковой, а одинаковой. И в видео, возможно, из-за того, что объект динамический, это выглядит намного интереснее. Главное, чтобы композиция была уникальной и действительно интересной. Чтобы в этом был смысл. То есть не нужно просто... Знаете, как любят люди фотографироваться возле елочки какой-то? Вот так, наверное. То есть в этом нет никакого смысла. Вы елка, ну и что? Возьмите, встаньте возле елки и делайте вид, что вы струшиваете снег с елки. Вот так будет интересно. Но не фотографируйтесь просто вот так. Возле памятников тоже мода. Не делайте так никогда. Хорошо, перейдем к обработке, но сначала напомню вам о магазине Freemax. Я занимаюсь не только съемкой видео для YouTube, но и созданием обучающих видеокурсов про Photoshop. После просмотра которых ты научишься лучше обрабатывать свои фотографии и сможешь намного качественнее работать в Photoshop, чем до этого. А также сможешь создать свой собственный неповторимый стиль. Если тебе это интересно, ссылку я оставлю в описании и в комментарии. Переходи, смотри, учись и становись лучше. Спасибо. Фотографии я снимал, естественно, в формате RAW, потому что формат RAW дает намного более широкий спектр возможностей при обработке. Хотя бы из-за того, что в цветах... Это шерсть. Шерсть от кота. О чем я там говорил? Фотографии я снимал в формате RAW, потому что формат RAW дает намного более широкие возможности при обработке фотографии. Особенно в урбанистическом стиле и особенно классно сохраняет информацию в тенях и светах, которые нам так нужна. Как я уже сказал, фотография у нас в формате RAW. Именно из-за этого открылось окно камеры RAW, которая пытается проявить нашу фотографию в обычный файл и скинуть ее в Photoshop. Она открывается автоматически. Одна из тех фотографий, которые получились. Давайте ее обработаем. Что считается самым важным в урбанистических фотографиях? Это детали. Чем больше деталей, резких, четких каких-то моментов, теней, всяких преломлений, кирпичиков, поломанных кирпичиков, тем лучше. Из-за этого мы вытаскиваем детали из теней. Здесь это выглядит неплохо даже на 100%. Поэтому мы пока что оставим. Это трогать не будем. То же самое делаем со светами. Если перетянуть тени влево, то они бы стали темнее. Получается вправо мы их осветлили. Теневые участки. Делаем то же самое со светами, только мы их должны затемнить. Поэтому света мы перетаскиваем влево. Теперь у нас получилась неконтрастная фотография. Еще более неконтрастная, чем была до этого. Но с намного большим количеством деталей. Это прекрасно. Добавляем четкости. Четкость это то, что на 100%. Если бы была возможность поставить на 120, я бы поставил на 120. Четкость очень круто подчеркивает те детали, о которых я говорил. То есть вот эти кирпичики. В данном случае тень на мехе. Мехе, мхе. Как правильно сказать? Мху. Мхе. На капюшоне. Все детали на шапке. Все вот эти снежинки, штучки, дома. Все вот это делается намного более четким. Если мы нажмем на вот эту клавишу, то мы посмотрим результат. До. И после. Это уже выглядит намного лучше. Но мы продолжаем. Красочность. Добавляем красочность. Здесь не обязательно делать фотографию насыщенной. Не обязательно делать ее черно-белой. Возможно сделать то, что подойдет лично вам. То есть какой ваш стиль. Вы делаете черно-белые фотки, делаете насыщенные, контрастные, неконтрастные. Здесь именно вопрос в вашем стиле. Мне нравятся фотографии, которые немножечко более холодноваты. То есть у них более холодный оттенок, чем теплый. Такие мне лично нравятся. Поэтому мы поднимаем красочность. А насыщенность не особо трогаем. Возможно даже уменьшаем. Посмотрим сейчас. Да, насыщенность немножечко мы уменьшим. Посмотрим до и после. Прекрасно. Такое ощущение, что баланс белого немного нарушен. И склоняется к холодным. Поэтому мы температуру перетащим вправо. Вот примерно так. Да. Теперь за счет того, что мы добавили четкость, у нас немного повысился контраст. Его нужно немножечко уменьшить. Вот здесь контрастность. Мы ее немножечко уменьшаем. Для того, чтобы компенсировать именно четкость. То есть просто так делать этого естественно не нужно. Ползунок контрастность отвечает за контраст в целом. Сейчас мы повысим контраст черных и белых. Опять же для усиления деталей. Белые. Белые это самые-самые светлые участки. Мы их перетаскиваем немножко вправо. Буквально капельку. То же самое делаем с затемнениями. То есть темные это самые-самые темные участки. Их мы перетаскиваем вправо для того, чтобы добавить контраста. Вот. Смотрим. До. И после. Отлично. Теперь переходим в пункт HSL. Здесь мы можем отдельно корректировать разные цвета. Во-первых, переходим в цветовой тон. Это самое главное, с чего нужно начинать. Рюкзак. Я хочу сделать его более насыщенным и каким-то оранжевым. Поэтому мы перетаскиваем ползунок оранжевые и смотрим, на что он влияет. На машину, которая здесь стоит. На капюшон. Мех. 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 Здесь нормально. И на рюкзак. Зеленый рюкзак не очень. Розовый тоже не очень. Но склоняемся немножко к розовому. Чуть-чуть перетаскиваем этот ползунок влево. С желтыми то же самое. Желтые можно перетащить даже немного больше. Вот так на 30. Красные. На что у нас влияют красные? Ни на что особо они не влияют, кроме задних фар вот этих машин. Поэтому их трогать тоже не стоит. Они ничего особо не дают. Красные можно забыть про них вообще навсегда. Теперь синие. Нам нужно сделать, чтобы синий был более... более циановым. Помните, как мы говорили про Teal and Orange в предыдущем выпуске? Синие сдвигаем немножко влево, для того, чтобы придать им легкого покрытия зеленого цвета. Но очень-очень аккуратно. То же самое сделаем в лиловых. Вот здесь. Этот ползунок перетаскиваем влево. Прекрасно. Здесь мы справились. Посмотрим, что у нас получилось. До и после. Легкий-легкий-легкий оттенок пришел в наш рюкзак и куртку. Теперь работаем с насыщенностью. Повышаем, во-первых, насыщенность оранжевых. Это очень важно, для того, чтобы это выглядело красиво. Желтые. Вот насыщенность желтых можно не трогать, потому что желтые в основном это машина. Я не хочу ее менять. Мне не нравится, что получается с машиной. Синяя. Вот насыщенность синих можно повысить. Это круто. Уважается в основном куртка и чуть-чуть снег. Теперь светимость. Сделаем ярче синий цвет, для того, чтобы нивелировать ту насыщенность, которую мы повысили, и еще больше вытянуть деталей. То есть в таком случае, если мы повышаем яркость цвета, то его насыщенность теряется. Чем светлее цвет, тем менее он насыщенный. И наоборот, чем темнее, тем более он насыщенный. Проверьте. Это так работает всегда. Это даже хорошо заметно на рюкзаке. Обратите внимание на его насыщенность. Здесь и вот здесь. Цвет намного более такой темный, насыщенный, какой-то выделяющийся. Поэтому мы передвинем чуть-чуть ползунок оранжевых влево. Выглядит круто. Выглядит просто замечательно. Теперь повысим резкость. Это очень важная тема. Эффект. В моем случае 100% прекрасный. Шумов здесь практически нет, потому что фотография была сделана на минимальном значении ISO. И поэтому шумы убирать здесь не стоит. Теперь переходим вот сюда. Можно чуть-чуть добавить красочности. Теперь осталось просто сохранить изображение. В принципе, всю работу можно сделать именно здесь, в камере RAW. Если ваша фотография не в RAW формате или это видео, то делайте все с аналогичными настройками. HSL есть везде. Красочность, насыщенность также есть. Контрастность, доступ ко всем этим пунктам есть везде. Отлично. Теперь давайте посмотрим на фотографию, которая у нас была до, и на фотографию, которая у нас получилась после обработки. Вау! Это выглядит намного лучше, чем до обработки. Обработка фотографий дает, ну я не знаю, 50, может быть даже 90% всего успеха. Композиции, а дальше обработка. Примерно так и должны выглядеть фотографии в стиле URBAN. Напоминаю, что если вы хотите увидеть больше фотографий с этой фотосессии, то можете переходить в мой инстаграм. Ссылка, кстати, на инстаграм есть в описании, можете прям тыцнуть. На него подписывайтесь, в инстаграм, кстати. Вы можете добавлять свои фишки, как при съемке, так и при обработке, но не отходите от правила естественности. При такой съемке желательно не смотреть в камеру и не подавать виду, что это фотосессия. То есть вести себя как в обычной жизни, ну или чуть-чуть круче. Не забывайте, что ссылка на детальную информацию о моих курсах находится в описании и в комментарии. Пишите, кстати, в комментарии, о чем снимать следующее видео. Подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал, хотя это было бы странно, если бы ты до сих пор не подписался, да? В общем, увидимся в следующем выпуске. Пока!